Накипело. Коллективное обращение от предпринимателей и рыболовов поступило в редакцию окружной газеты «Ниарена Виндер». В своем письме бизнесмены изложили ряд проблем, решить которые самостоятельно не в силах. Эти вопросы были озвучены главе региона Игорю Кошину на оперативном совещании. Директор издательского дома Олег Вокуев озвучил основные проблемы, которые индивидуальные предприниматели указали в своем письме. Одна из них – необходимость регистрировать суда, на которых осуществляется вылов рыбы в государственном судовом реестре. Отмечу, что процедура регистрации обязательна для всех маломерных судов, которые используются в коммерческих целях, в том числе в промышленном рыболовстве. Проблема заключается в том, что это сделать можно либо в городе Архангельск, либо в городе Печора. До конца эта процедура неясна и непонятна, что вызывает много вопросов и недовольств. Чтобы обеспечить жизнь окружным рыбакам, Департамент природных ресурсов до 15 мая организовал прием заявлений от жителей, желающих зарегистрировать свои маломерные суда в государственном судовом реестре. Все поступившие заявления будут направлены в архангельский филиал российского речного регистра. По результатам рассмотрения документов в Наринмар приедет специалист учреждения для осмотра лодок. Еще одна проблема, которую в своем обращении обозначили предприниматели-рыболовы – необходимость получения новых судоводительских прав с открытием морских путей. Рыбакам, которые ловят на реке, это морское плавание не нужно. Еще самой главной проблемой здесь является то, что требования, которые предъявляются к сдаче этих экзаменов на получение прав, они точно такие же, как капитанам речных и морских судов, что тоже не совсем понятно и сложно для простых предпринимателей. Добавлю, что получить новое удостоверение на право управления маломерным судном с открытием морских путей необходимо всем, кто пересекает границы Наринмарского морпорта. Это касается в том числе и жителей сел, которые в период навигации приезжают на лодках в Наринмар и обратно. Для открытия морских путей им необходимо обратиться в Центр ГИМС, но только тем судоводителям, которые не используют свои плавсредства в коммерческих целях. Государственная инспекция по маломерным судам выдает удостоверение на право управления маломерным судном, используемым исключительно не в коммерческих целях. Частные предприниматели, которые занимаются какой-то предпринимательской деятельностью, во-первых, они должны снять судно из нашего реестра и поставить в речной реестр на учет. И также удостоверения, которые используются в коммерческих целях, тоже должны выдавать или речной реестр, или же капитан морского порта. Вызывают массу вопросов у бизнесменов и промысловые участки, которые в силу финансовых возможностей могут получить не все предприниматели. Соответственно, не у всех будет равный доступ к вылову рыбы. Выслушав коллективное обращение рыболовов, губернатор округа Игорь Кушин дал ряд поручений руководителю Департамента природных ресурсов и директору издательского дома. В ближайшее время соберитесь с частными предпринимателями и подробно по каждому пункту дайте предложение. Хорошо? Да, принято. А к вам просьба, Олег Сергеевич. Вы прямо на страницах, печатных наших СМИ, сделайте общую дискуссию, чтобы люди понимали, что можно, что нельзя, какой выход мы предлагаем, и создавшиеся ситуации. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал «Север».